Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня очень важная тема – это пасынкование детерминатных томатов. К сожалению, у меня растут одни высокорослые и детерминатные, но это особой роли не играет. Я покажу пасынкование на них. Вот вы подходите к кусту. Видите, вот они – пасынки. Пасынки – это побеги, которые растут из пазухи листа. Вот такое свойство у пасыновых. В природе, в естественных условиях, их никто не удаляет, не пасынкует. Растению надо дать как можно больше плодов, семян, и как можно больше дать большее количество поколения. Поэтому он даёт такое большое количество пасынков. Нам же нужны красивые крупные помидоры, плоды. Чем больше и красивее, тем лучше. Поэтому мы пасынкуем. И условия у нас не такие, как в Чили, допустим, или в Перу, где родина томатов. И плоды-то у нас крупные. Во-первых, томаты делятся на низкорослые, с ограниченной точкой роста, которые вершкуются. Их называются детерминатные. Они бывают низкорослые, где-то до 60 сантиметров. Бывают средние, до метра. И бывают метр двадцать, метр пятьдесят. Но они тоже вершкуются. И они тоже детерминатные. Детерминатность – это именно способность к вершкованию. То есть рост помидор в высоту заканчивается. Это не вовсе не означает, что помидорки у вас, кустики маленькие, по 40, по 60, по 80 сантиметров. Нет, они могут быть и метр пятьдесят. Это высорокорослые, детерминатные, томаты или сорта, или гибриды. Так вот, посынкование у них будет немножко разное. Я сейчас расскажу о посынковании сначала тех, которые у нас среднерослые и низкорослые, которые вершкуются где-то на высоте от 60 до 80 до метра. Мы их введем в несколько стволов. То есть каждый пасынок у нас начинает образовывать свой ствол. Первый пасынок, который мы оставляем, это тот, который растет под кистью. Вот он, вот этот пасынок. Этот мы оставляем. Все ниже мы удаляем. Один, второй. Можно оставить еще вот этот через лист, еще один. Но он тоже будет сильно. Немножечко такие пасынки как бы тормозят рост растений и немножко его загущают. Они поздно начинают свистеть. Лучше оставлять верхние пасынки. И тоже дальше мы все удаляем. Вот так вот до конца. Я удаляю просто вот так влаванием. Я не отращиваю их до какого-то там 5-сантиметрового. Вот они прекрасно отламываются. Видите, вот раз и все. Никаких проблем, никаких пинков. И поверьте, новые пасынки здесь растут очень редко. Что дальше? Вот этот пасынок на детерминанте, я еще расскажу. Вот здесь вот основная верхушка, она даст 2-3 кисти, не больше. Зависит тоже от высоты. Одна-две будет на низкорослом, три на высокорослом. И вершкуется, она перестает расти. А пасынок у нас даст еще один ствол. На нем тоже будет 2-3 кисти и тоже он завершкуется. Поэтому дальше мы действуем очень внимательно. Мы никогда не удаляем пасынок, пока мы не убедимся, что у нас будет следующий пасынок. Надеюсь, я вам объясняю понятно. То есть, вот, допустим, вот у вас вырос пасынок, вам надо его удалить. Так вот, посмотрите, что у вас растет сверху и будет ли там еще один пасынок, чтобы у вас томат не завершковался. Потому что если вот это последний пасынок, а здесь уже будет вершкование, все у вас, куст останется таким маленьким и высоту вырасти больше не будет. А если вы оставите вот тот пасынок, который будет, да, вот этот удалите, то вы продляете за счет пасынка высоту томата в рост. И у вас он дольше плодоносит. Вы получите дольше плодов. То есть, вот такой ступенчатый рост переводом высоты на боковые пасынки. Всегда проверяйте, будет еще у вас один пасынок или нет. И на детерминатах оставляют где-то 2-3 пасынка, не больше. Иначе помидоры будут загущенные, плоды будут мелкие и очень долго созревать. Есть еще томаты, которые называют не пасынкующимися. То есть, вот посадили, все, ничего трогать не надо. Я здесь немного не соглашусь. Надо делать нормировку пасынков. То есть, удаляйте слабые. Не все, а самые слабые. Обычно снизу, можно где-то через один. Видно на кусту, который пасынок будет непродуктивный, который вам не даст хорошего урожая. Вот вы их удаляете. Что это дает, куст проветривается, у вас не будет заболеваний. Не надо будет удалять листья, которые питают детерминат. И вообще удалять листья на детерминатах – это преступление. Что будет питать ваши плоды, если вы удалите листья? Листья не на хлебнике. Листья – это главный ассимиляционный аппарат растения. То есть, главная кухня, где образуется энергия. Энергия роста, дающая нам образование плодов, дающая новые кисти, рост корней, листьев, всего куста. Не надо обрывать листья. Про обрывание листьев ролик снимала. Ссылочку сделайте, посмотрите. Наверное, еще один сниму. Теперь, высокорослые. Здесь все намного проще. Вы выбираете, как вы будете их выращивать. В один ствол или в два ствола. Если в два ствола выбираете пасынок, вот он самый сильный, под первой цветочной кистью. Все, его оставляете. Дальше все, а вот так вы ламываете. Все, все, все до одного пасынка. Кстати, вот эти пасынки, если у вас что-то с рассадой, можно выращивать. Примерно сантиметров 10-15, отламывать, укоренять и сажать. Вот, наверху тоже все пасынки здесь, на главном стволе вы удаляете. И на втором тоже удаляете. Если вы хотите ввести томаты в один ствол, то есть вот этот пасынок, вы тоже удаляете. У вас не будет ни одного пасынка. Просто один ствол. Так что с высокорослыми, не вершкующимися, индетерминатными сортами и гибридами все намного проще. Ну что, пока, мои друзья, мне тоже уже пора пасынковать. Вот они, мои друзья пасынки. Удаляю. Один хруст стоит. И оставляю, вот он, под цветочной кистью, самый первый, самый пасынок, который расположен именно под цветочной. Вот столько пасынков я сорвала с одного куста. Впереди у меня еще подвязка. И вот листья, которые касаются, вот лист лежит. Если я подвяжу, он немножко приподнимется. Их или удаляете, чтобы на них не попадала инфекция, или укорачиваете. Просто вот так все. Земли он больше не касается. Видите, вот он, листик укороченный. И все. Никакие инфекции на ваши помидоры не сядут, не прилипнут. Пока, мои друзья.